Мир вам дорогие, возлюбленные Господом, братья и сестры, слава нашему Господу, слава тому, который был, есть и грядет. Когда таки Иоанну Крестителю подходят люди, их послали к нему и спрашивают, кто ты, что ты скажешь о себе? И я хочу этот вопрос адресовать сегодня тебе и мне, каждому из вас. Ответьте, пожалуйста, кто ты? Кто ты? У нас может быть масса разных ответов. Кто-то из нас скажет, я участник молодежных служений, кто-то скажет, я хорист, другой скажет, я отец. Иная скажет, я мать. И это все правильно, это благословение от Господа, когда мы можем кем-то быть. Но самое главное, что нам стоит помнить, что ты и я, мы дети Бога, слава нашему Господу. Я сын Отца Небесного, ты дочь Царя Небесного, ты дочь Царя Царей, слава Господу. И я благодарен, что сегодня это пророчество исполняется, сегодня ты и я. Мы можем сказать, я Господен, слава нашему Господу. Не так часто у нас водные крещения, и особенно в такие моменты церковь переживает благословенное время, время, в которое мы радуемся о том, что Господь призывает за собой новых молодых людей, которые полные сил, которые решили служить Господу и да благословит их Господь. Апостол Павел, однажды, обращаясь к посланию к Колоссянам, к церкви, он нечто услышал. Он услышал о вере их в Господа Иисуса Христа. И так, обращаясь к ним, он говорит такие слова, это первая глава, девятый стих. «Посему с того дня, как мы услышали о сём, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». У него была забота о том, которые уверовали во Христа Иисуса, чтобы они, эти люди, которые на самом деле спасены, которые откликнулись на призыв Господа Иисуса Христа, чтобы они исполнили всякой премудрости и разумении духовном, «чтобы поступали достойно Бога во всём, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Мы сегодня концентрируем наше внимание на молодых людях, которые решили вступить в завет с Господом. Но я хочу сегодня, как никогда, напомнить тебе и мне, что эти слова касаются тебя лично и меня в том числе. Я хочу сегодня напомнить в себе это слово, которое Господь говорил неоднократно «Поступай достойно Бога». Каким образом? «Во всём угождая Ему». «Поступай достойно Бога». И эти слова сегодня звучат не только для молодых людей, но и те, которые уже давно в Господе, которые служат Господу, которые привили, возможно, своим детям любовь к Господу, за что слава Господу, что у вас это получилось. Я поздравляю всех родителей, которые сегодня видят, как их дети служат Господу. «Слава Господу». Но сегодня это слово обращено к тебе. «Поступай достойно Бога во всём, угождая Ему». Апостол Павел эти мысли цитирует и повторяет к другим церквям. Он в послании к Ефесянам говорит нечто похожее. Он говорит в 4 главе 1 стих. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Со всяким смирным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Там, где звучит слово «старайтесь», говорит о том, что нужно приложить усилия. И это не так просто, поэтому он и призывает, старайтесь сохранить единство Духа в союзе мира. «Поступайте достойно звания». Звание христианина, звание сына и дочери Отца Небесного. «Поступай достойно звания». И еще одно место я открываю филиппийцам, где в 1 главе 27 стих говорит так. «Только живите достойно благовествования Христова». Что значат для тебя эти слова? «Живи достойно благовествования Христова». Другими словами можно сказать так. «Живи по учению Иисуса Христа». Делай то, что Он делал. Говори то, что Он говорил. Исполняй волю Божью. «Поступай достойно Бога, во всем угождая Ему». И далее я продолжу читать из послания к Колоссянам в 1 главе. Мы идем дальше по стихам 11 стих. Говорит следующее. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении вели души с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Слава нашему Господу! Мы радуемся тому, что Господь искупил тебя и меня. Мы радуемся тому, что кровью Его мы с вами омылись. Слава нашему Господу! Это была Его идея, это была Его инициатива сделать тебя сыном, сделать тебя дочерью Отца Небесного, и за это Он жизнь свою положил. Но обратите внимание, что здесь сказано. «Избавившего нас от власти тьмы». Власть тьмы прекращается там, где свет Христов в тебе и через тебя. Еще раз. Власть тьмы прекращается там, где свет Христов сияет в тебе и через тебя. Там прекращается всякая тьма. Слава нашему Господу! И пусть ходим во свете, пусть радуемся Господом и наслаждаемся в присутствии Его. И пусть Господь ведет каждого из нас, помня это, что ты и я, мы призваны оправдать доверие, которое оказал нам Бог. Ведь Он нас призвал для того, чтобы ты и я не только назывались, но и были детьми Божьи. Слава нашему Господу! И открывай место, которое записано в послании к фессалоникийцам. Это будет второе послание. Мы с вами откроем вторую главу. И я буду читать с 13 стиха. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истинно избрал вас ко спасению. Слава нашему Господу! Мы радуемся тому, когда видим, что люди отворили эту дверь, в которую стучал Христос, который готов войти и вечерю сотворить, который призвал их к себе, и они идут за Господом. Мы рады этому. Я радуюсь тому, что Господь через освящение Духа и веру истины избрал тебя и меня ко спасению, которому призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. А здесь хочу с вами остановиться. Скажите, может ли быть что-то выше той цены, которая была уплочена за Твое и Мое спасение? Высока цена нашего спасения. Это цена крови Господа нашего Иисуса Христа. Но есть нечто высшее. И это звучит на первый взгляд, нам это трудно понять. Я когда впервые прочел это место, когда обратил на это внимание, я сказал, слава Тебе, Господи, что у Тебя еще есть высшее цель, чем только Мое спасение. Обратите внимание, что апостол Павел здесь говорит, на самом деле, высока цена спасения нашего. Но цель спасения – это достижение славы Господа нашего Иисуса Христа. Цель спасения для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. И когда я, как спасенный человек, я не только радуюсь тому, что Господь меня искупил от суетной жизни во Христе Иисусе. Я не только радуюсь тому, что Он освободил от меня греха. Я не только радуюсь, что тьма не имеет во мне места, что свет Христов сияет во мне и в тебе. Но я осознаю ту цель, которую Господь положил. Его цель, цель нашего спасения – это достижение Его славы. И когда я смотрю на себя, как на человека, которому Господь доверил и от которого зависит, будет ли достигнута эта цель, я живу по-другому, я смотрю по-другому, я говорю по-другому, я веду себя с людьми по-другому. И да благословит Господь тебя и меня, чтобы мы осознали полностью, что апостол Павел хотел сказать этим местом. На самом деле цена нашего спасения высока. Это цена крови Иисуса Христа. Но цель нашего спасения – это достижение Его славы, слава нашему Господу. Он этого достоин. Я читаю место, которое апостол Павел, или автор послания, кто как понимает, говорит в Евреям, в 10 главе. Я буду читать с 19 стиха. Итак, братья, имея дерзновение, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Я благодарен Богу, что сегодня ты и я, мы можем приступать к престолу благодати Божией через кровь Сына Его Иисуса Христа. Я благодарен Ему за этого священника, первосвященника, великого священника, который предстоит перед Богом за тебя и меня, как ходатай, слава Иисусу Христу. Но хотел бы возвратиться в то время, когда мы с вами, те, которые уже прошло довольно время, с того времени, когда мы приняли водное крещение, когда мы заучивали этот стих на память, и мы говорили о том, что водное крещение – это есть не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести. Нас с вами учили о том, что к Богу нужно приходить в доброй совести, и это правильно. От чистой совести служить Богу. Как мы получаем эту добрую и чистую совесть? Через покаяние, исповедание, прощение. И мы эту добрую совесть имеем. Но как же Павел, обращаясь к людям, которые давно в Господе, которые приняли Иисуса Христа, которые знали истину? Он говорит такие слова. Когда мы приступаем к Богу, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. Оказывается, сердце может быть неискренним, даже у тех, которые служат Богу. Оказывается, можно служить Богу, но не с полной верой, иначе не было бы нужды Павлу подчеркнуть это и сказать, приступай к Богу с полной верою. И далее он говорит слова, очистив сердца от порочной совести. Я бы хотел, чтобы ты и я сегодня обратились к Господу и сказали, Господи, вот моя совесть. Посмотри, узнай, скажи внутри меня, насколько эта совесть беспорочна. Узнай, не на опасном ли я пути, не обмануясь ли я. И если эта совесть запятнана, если эта совесть порочная, очисть ее, омой ее. Да благословит Господь каждого из нас. И вы знаете, когда Господь обращается к вам через слово, когда ваш дух готов принять это слово, душа, она начнет сопротивляться. Она внутри тебя скажет, перестань, успокойся, посмотри вокруг. Все так живут, все так служат Богу. Здесь нет ничего особенного. А дух внутри тебя говорит, очисть совесть. Дух внутри тебя говорит, не смотри по сторонам, не оглядывайся. Делай то, к чему призывает тебя Господь сегодня, здесь и сейчас. Очисти совесть от порока. И держись из поведания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Слава нашему Господу, что у нас есть такая возможность приходить к Нему на любом месте и в любое время. И когда Дух Святой касается наших сердец, Он исцеляет, Он восстанавливает. Он тот, который подымает на высоты для нас недосягаемые славы нашему Господу. Прочту еще одно место, которое апостол Павел написал в послании к Ефесянам. В этот раз мы откроем пятую главу и прочтем с 25 стиха. Ефесянам 5, 25. Чуть выше апостол Павел говорит об отношениях между мужьями и женами и подчеркивает одну мысль, на которой я хотел бы с вами остановиться. Это 25 стих. И здесь сказано так. «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Другими словами, очистив водой укрещение. Ради чего? Ради чего Господь омыл тебя? Ради того, чтобы ты был свят и непорочен». Он осветил Церковь, очистив баню водным посредством слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Когда мы говорим в общем чертах, когда мы говорим в общем о Церкви, это не так близко касается нас, потому что это вопрос общества, вопрос Церкви. Но когда ты вникнешь в себя, вникнешь в то, что Господь говорит тебе, что ты именно ты как личность, ты как Сын Божий, ты как дочь Отца Небесного призван и призвана быть святой, быть непорочным, ты будешь совсем по-другому относиться, потому что ты понимаешь, есть ты и Бог в этот момент, когда Господь касается Духом Святым. И пусть это Слово, возможно, не коснется ближнего, но пусть оно коснется тебя. Не оправдывай себя тем, что, ну, в принципе, все так живут, да и ладно. Когда Господь Духом Святым обличает тебя, как хорошо обличенному показать раскаяние. И когда Слово Божие обличает, насколько это прекрасно, когда ты, понимая и в умилении сердца, в сокрушении сердца, склоняешься пред Господом и говоришь, Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, восстанови. И пусть прошло много лет с той поры, когда ты потерял эту свободу во Христе Иисусе. Пусть даже ты с этим уже смирился, но зачем тебе продолжать жить так же? Пусть та рана, которая, возможно, уже как-нибудь затянулась, ты о ней позабыл, но время от времени она дает о себе знать. Не живи с этим дальше. Приди к престолу Его благодати и попроси, чтобы Он излечил эти раны. Да благослит тебя, Господь, сегодня, Духом Святым касаясь твоего сердца. Я читаю еще одно место, где апостол Павел обращается к римлянам. В пятой главе он говорит такие слова. Читаю с первого стиха. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». И как прекрасно вот это состояние, когда ты на самом деле имеешь и ощущаешь этот мир Божий внутри тебя. Как хорошо, и ты помнишь эти моменты, когда мир был, как река. Когда мир распространялся в твоих пределах, в пределах твоего сердца, и ты ощущал мир и покой. Ты радовался тому, когда Господь просто обнимал тебя, как отец обнимает сына или дочь. Но по каким-то причинам, возможно, ты потерял этот мир. Возвратись. Возвратись на то место. Убери те причины, которые стали препятствием между тобой и Богом. И ты увидишь и почувствуешь, насколько приятен, опять-таки же, тот мир, который через Господа нашего Иисуса Христа. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Слава нашему Господу. Любовь Божия, любовь Отца, излилась в сердца наши Духом Святым. Слава нашему Господу. Но у меня вопрос. Может ли как-то случиться, что кто-то сможет отлучить тебя и меня от любви Божьей? Может ли такое быть в христианской жизни? И если мы все еще крещены Духом Святым, и это дарование пребывает в нас, и мы молимся на иных языках, может ли быть, что при этом ты и я можем каким-то образом лишиться любви Божьей? Читаем это же послание апостола Павла к кремлинам. Но перейдем к 8 главе и прочтем, наверное, с нами известное всем место 28 стиха и продаем дальше. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И казалось бы, когда случаются трудности, когда какие-то испытания, мы на первый взгляд можем с уверенностью сказать, что в принципе ничто не сможет нас отлучить от любви Божьей. Что бы ни случилось, все содействует ко благу. Это на самом деле так. Но есть нечто, к чему я иду. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. И Он одеснует Бога. И Он ходатайствует за нас. Слава Господу Иисусу Христу. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано. За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви во Христе, от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Слава нашему Господу! Можно, не задумываясь, воздать славу Богу, успокоиться и сказать, ничто не отлучит меня от любви Божьей. Но что пропустил апостол Павел? О чем он не сказал, что все-таки сможет отлучить нас от любви Божьей? Грех ставит преграду между нами и Богом. Согласен. Но именно в этом месте, в этих стихах. Давайте еще раз прочтем. Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, и на следующих словах обратите внимание, ни настоящие, ни будущие не смогут отлучить нас от любви Божьей. О чем Павел не говорит? О прошлом. О прошлом. Прошлое – это единственное, что может тебя и меня отлучить от любви Божьей. Каким образом? Когда ты где-то колеблешься, и враг подступает к тебе и говорит, ты не достоин называться Сыном Божьим. Помни, что ты сделал? Тот грех, который ты совершил, как ты мог так поступить? Ты знаешь, что всякий произвольный грех Бог не прощает? Чьи это слова? Это цитата из Писания, но чьи это слова? Врага душ человеческий. И когда Он терзает тебя твоим прошлым, и когда ты понимаешь, что на самом деле да, так было, это факт, но Он есть клеветник братьев наших, Он не лжет, когда говорит о том, что ты согрешил. Он говорит правду, Он напоминает тебе об этом. Так что же может нас отлучить от любви Божьей? Прошлое. Когда мы позволяем этому прошлому владеть нами, когда мы позволяем этому прошлому портить наши отношения с Богом, портить наше настоящее, когда мы позволяем и это прошлое влияет на нас настолько, что мы терзаем дерзновение перед Богом. Что же делать с этим прошлым? Можно сказать, забудь, успокойся. Достаточно ли этого? Нет. Нет. Будущее принадлежит Богу. Настоящее Господь дал нам. И через две секунды то, что мы говорим сейчас, будет уже прошлым, которое нам не принадлежит. Но что же можно сделать с этим прошлым, которое не дает нам развиваться в Господе? Что же сделать с этим прошлым, которое мешает нам жить и радоваться жизни? покаетесь, принесите это к Голгофе, принесите это к Господу и скажи, Господи, Ты знаешь мое прошлое. Я каялся, я приставал перед Тобою, Ты дал мне победу, я радовался жизни, я ходил перед Тобою, я имел дерзновение, но каким-то образом враг сумел сбить меня. И это прошлое не дает мне покоя, это прошлое мешает приближаться к Тебе. Это прошлое отобрало у меня дерзновение к Богу, я хочу с этим покончить. Возьми мое прошлое, возьми мое прошлое, возьмите обиды, возьмите раны, возьми все то, что мешает мне служить Тебе, достойно Бога. И Господь еще никому не отказал. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Мы будем приближаться к молитве. Я хочу вместе с вами молиться о том, что мешает нам приближаться к Богу. Я хочу, чтобы каждый из нас, если есть что-либо, что мешает нам в нашем прошлом, чтобы мы это принесли к ногам Иисуса Христа для благословит нас в этом Господь. Это была такая негативная часть нашего прошлого, где это может отлучить нас от любви Божьей. Но есть еще и позитивная сторона, которая также может нас отлучить от настоящего, от любви Божьей в настоящем. Апостол Павел, он говорил такие слова. Я открою место, которое записано филиппийцам. Третья глава. Он говорит о себе и говорит следующее. Читаю с третьей главы, тринадцатый стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Что делает Павел? Он забывает заднее. У Павла было как много негатива в прошлом, так и много позитива в прошлом. Он на самом деле много сделал для Господа. Не так ли? Но здесь он говорит о том, что он готов забыть заднее и простираться вперед. Однажды он говорил такие слова, когда он говорил о своем служении, когда он вспоминал свое прошлое, он говорил о том, что он даже не достоин был, чтобы Господь Иисус явился ему, но Господь явил ему милость, он избрал его для служения, и он забыл о том прошлое, которое было у него до того, как встретился с Иисусом. Нет, я думаю, физически, физической памятью он помнил об этом и знал, и осознавал, кем он был и кем он стал во Христе Иисусе. Но когда он вспоминал все то, что Господь сделал через него, и он говорит однажды такие слова, впрочем, нет, перепрыгнул, он говорил так, что я более всех их потрудился. Это было позитивно, не так ли? Это было очень позитивно. Это было прошлое наполнено благодатью Божией. Это было прошлое, в котором он совершал ради Господа великие дела. Через него Господь многих привел к познанию истины. И он, вспоминая это прошлое, говорит, я готов забыть это заднее, простираться вперед. И когда он говорил эти слова, я более всех их потрубился, он вовремя остановился. И знаете, как полезно молиться о том, чтобы Дух Святой вовремя нас останавливал? Он останавливается и говорит, впрочем, не я, но благодать, которая во мне. И когда в твоей жизни ты делал многое ради Господа, когда Господь использовал тебя и ты видел на самом деле благодать Божью, вспомни об этом, но не останавливайся на этом, не концентрируйся на прошлом, простирайся дальше, простирайся к почести высшего звания. Нет, физически ты об этом не забудь. Ты можешь свидетельствовать об этом, ты можешь говорить об этом, что Господь делал в твоей жизни, но не концентрируйся на прошлом, потому что ты будешь жить прошлым. И то настоящее благословение, которое Господь сегодня может дать тебе и готов дать тебе, ты его не получишь, потому что ты смотришь назад, как было хорошо в прошлом. Поэтому как позитивное, так и негативное прошлое нужно оставить в прошлом, потому что это единственное, что может отлучить нас от Льви Божьей в настоящем. Слава нашему Господу! Я хочу молиться со всеми, чтобы Господь благословил нас, чтобы проникнуться этой мыслью, чтобы Дух Святой работал в сердцах наших. И если есть желающие, я не прошу вас выходить наперед, поднимите руку, чтобы мы знали, за кого мы будем молиться, чтобы Господь просто освободил нас от этого прошлого, которое мешает нам развиваться. И когда ты склонишь к колене, и Дух Святой подскажет тебе в тот момент о прошлом, которое мешает тебе развиваться в Господе. Скажи это Господу. Принеси это к Голгофе, принеси это к тому, который силен разобраться с прошлым, благословить настоящее и дать тебе уверенность в будущем. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok